По наблюдениям сотрудников Центра тестирования ГТО, легкая атлетика стала трудной для сдачи дисциплины у школьников. А чтобы получить золотой значок, и вовсе нужны ежедневные тренировки. 11-классница Любовь Жердева считает самым сложным в сдаче ГТО бег на 2 километра. Учащиеся Видновского художественно-технического лицея уже второй год подряд пробуют свои силы. Я стараюсь заниматься, бегаю, занимаюсь. Также я занимаюсь танцами, тоже мне это помогает в подготовке. На стадионе «Металлург» собрались старшеклассники видновских школ, чтобы проверить свои физические возможности и сдать один из нормативов комплекса ГТО – легкую атлетику. Заявки у нас подаются заранее, где-то за два дня до выполнения нормативов. Школы представляют своих детей, естественно, по возрасту, потому что мы смотрим, каких судей, на какие дистанции приглашать. У всех дистанции разные. В основном у нас участвуют, конечно, старшеклассники и выпускники, потому что им нужны баллы для поступления. Я смотрела в мои вузы, которые там ранхи, КСМГУ. Получается один-два балла. Но это тоже хорошо, потому что иногда это очень помогает для поступления. Ребятам необходимо было преодолеть короткую дистанцию на 30, 60, 100 метров и длинную на 2 и 3 километра, а также челночный бег. С легкой атлетикой похоже. Как-то вот тяжеловато бегают. Короткий еще ничего длинный, не хватает вносливости, так скажем. Но надеемся с третьего раза. Вот сегодня ребята пришли уже третий раз, надеемся сдадут. Все-таки практика тоже много значит. Уже не первый раз сдаю. Помню, когда в первый раз пришла, мне не хватило только полминуты. Было обидно, но, как говорится, еще раз попробуем. Выпускник видновской школы номер 11 сдал практически все нормативы ГТО на золото. Впереди бег на 3 километра. Я хочу представить свои силы, на что я способен. Чисто для себя. Я никуда не хочу поступать, грубо говоря, и показывать, вот я сдал ГТО. Просто ради себя я хочу представить, на что я способен, прежде всего. Выполнить нормативы комплекса в центре тестирования ГТО может любой желающий три раза в неделю по предварительной записи. Точное расписание публикуется в социальных сетях учреждения. Также для удобства учащихся сотрудники центра регулярно выезжают в школы округа. Наталья Буслаева, Кирилл Ванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.